Всем привет ребят! У Федора уроки классные! А еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ. Недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте! Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами настраивать наш каталог. А в этом видео давайте разберемся, как настраиваются товары. То есть вот вы видите список товаров, которые мы с вами добавляли. И начнем с самого неприятного и сложного. Это миниатюры. Сразу зададим размер, узнаем где это. В прошлом уроке я рассказал вам о принципе, как работает данный компонент каталога DJ Catalog 2, а именно как у него настройки заданы по изображениям. То есть что нужно сделать, чтобы размер изображений был увеличен и смотрелся нормально. То есть мы видим сейчас, что эти изображения маленькие, их бы не мешало здесь увеличить. То есть, соответственно, мы с вами в прошлом уроке подогнали картинки под сами категории. Теперь они нужного размера. И теперь давайте разберемся с самими товарами. Заодно сразу посмотрим, как настроить изображение в самом товаре. То есть сейчас страница это список товаров. Мы можем перейти внутрь каждого товара. Ну здесь я уже игрался с настройками. И разберемся с этими фотографиями, да, именно с размерами. То есть если мы посмотрим с вами на демо пример, то здесь уже смотрится идеально. Прям так вот я делать не буду. То есть тут миниатюрки, они идут по ширине 3 штуки вровень с большой картинкой, да. Ну в идеале, зная где это настраивается, можно также подогнать. Надо учитывать, что у нас вот здесь сайтбара. Вот это у нас сайтбар, фильтр. Это позже мы займемся. У нас его еще нету в развернутом товаре. То есть здесь, видите, нету. Мы это будем добавлять позже. Итак, еще один момент. Вот то, что мы с вами настраивали в прошлом уроке. Размер изображения, настройки какие-то. И какие настройки займемся сейчас для изображения, да. То есть это настройки глобальные, для всех товаров, для всех страниц. Чтобы вы знали. То есть смотрите. Вот эти вот настройки. Все, что мы с вами здесь настраиваем по размерам, это для всего сайта. Я хочу, чтобы вы знали, что вы можете настроить индивидуально каждую страницу, если это нужно, по-разному. Например, какую-то страницу товаров. Вы хотите, чтобы изображения, например, были другого размера, отличные от глобальных настроек. Что для этого нужно сделать? Например, страницу. Мы создали страницу, да. Вот у нас есть страница. Страница Canon. И товары Canon, например, чтобы изображения были другого размера, нежели другие страницы других товаров. Тогда вам надо пройти в меню, My Menu, найти Canon страницу и погулять вот по этим всем вкладкам. Страница товаров, страница товаров. Видите, у нас везде все стоит по умолчанию. То есть значит, что настройки тянутся для страницы Canon из глобальных. Соответственно, если мы здесь будем что-то переопределять, например, список товаров, товаров на страницу и выберем здесь что-то другое, то на этой странице будут отличные настройки от глобальных. Да, но здесь по размеру изображения я не нашел. Именно размер, скорее всего, будет глобально тянуться для всех. А вот какие-то другие параметры, там, показать автор, показать хит, показать цену, да. Например, скрыть цену сделаем, то цена будет скрыта только для страницы Canon. Для других страниц, пока здесь все стоит по умолчанию, настройки будут действовать глобально. Я надеюсь, вот этот понятный момент. И давайте разбираться сначала список товаров. Вот список, да. Видно, что картинка маленькая. Переходим в DJ каталог, переходим в настройки. Переходим в процесс создания изображения. И это у нас общие настройки. У вас, возможно, здесь будут другие цифры стоять по умолчанию, так как я здесь уже игрался. И вот самое первое. Ширина большого изображения и высота большого изображения. То есть, смотрите, вот эти два параметра, вот. Это у нас изображение для списка товаров. Именно вот список. Соответственно, вы можете сами определить, какой размер вам больше нравится. Зависит от того, сколько колонок вы будете использовать. И будет ли вы использовать сайдбар здесь. Я буду использовать сайдбар здесь. Не обязательно это будет модуль авторизации входа. Но здесь, возможно, будут другие модули, полезные нам. Например, как в демо, да? Правда, здесь раскрытый товар. Давайте нажму назад. И перейду в список товаров. Мы видим, что здесь тоже есть различного рода модули. Фильтр и так далее. Соответственно, учитывая это, я выставлю так, как мне нравится. Вы будете понимать, где это настраивается. И уже сами под себя подгоните размер нужный. Соответственно, вот здесь у меня. Я выставил 500 пикселей. А высоту я сделал 400. Сохранить и закрыть. Если вы не смотрели прошлый урок, я еще раз вам показываю процесс создания новых размеров для сайта изображений. То есть, сейчас мы ничего не увидим. Мы переходим на вкладку изображения. И нажимаем пересоздать изображение товаров. Кликаем вот на эту кнопочку. Нужно дождаться, когда будет показано 100% здесь. Поэтому нужно будет определиться с размером изображения на этапе, пока у вас небольшое количество товаров. Иначе здесь будет очень долгий процесс. Если у вас будет, например, более сотни товаров, да? Вот этот процесс пересоздания миниатюр займет много времени. И если это будет очень много картинок и вы будете на хостинге, вот этот самый процесс пересоздания, он нагружает хостинг. Опять же, если мы сейчас обновим, мы ничего не увидим. Мы нажимаем горячие клавиши на клавиатуре Ctrl плюс F5. То есть, это и обновление страницы, и сразу очистка кэша браузера. Я обновил страницу. Так, я извиняюсь, я немного вас запутал. Вот это вот ширина, то есть общие настройки, да? Ширина большого изображения, высота большого изображения. Это на самом деле не список товаров, да? Это внутри товара вот это первое изображение открытое, которое по умолчанию в галерее. Соответственно, если мы по другим кликаем, они тоже открываются вот в большом виде, да? Ничего страшного, нам это тоже нужно будет здесь увеличивать, потому что они здесь были маленькие. Так, сейчас дальше об этом поговорим. Дальше, смотрите, ширина среднего изображения. Я выставляю, у меня это 400, и высота на 350. Это как раз-таки размеры изображения вот этих вот список товаров. И давайте сразу. Вот эти маленькие изображения, миниатюры, их тоже можно увеличить, они здесь маленькие. Это вот здесь 92 на 92. Ширина маленького изображения я выставляю, мне достаточно 120 на 120. И момент, они у нас, если картинки вот здесь вот разного размера, то это будет некрасиво. Это не будет выглядеть как вот здесь вот. Видите, они, картинка, она как бы обрезается. Но зато размеры миниатюр одинаков. Для этого вот здесь вот чуть выше, изменить размер, надо выбрать изменить размер и обрезать. Далее, маленькое расстояние между картинками, если не нравится. То есть у нас по умолчанию там, это вот ниже. Вот здесь вот 10 пикселей вместо 4. Горизонтальное расстояние 10, а вот здесь отступ 0. Ну то есть эти параметры я беру из быстрого старта. Как там выглядит, мне тоже это нравится, поэтому я беру эти размеры. Если не нравится, можете поставить любой другой свой размер. Вроде все выставил, нажимаем сохранить, закрыть. То есть я сразу все делаю за раз, чтобы 100 раз не делать одно действие. Один раз нажмем оптимизировать изображение, и все будет смотреться так, как мне нужно. Итак, пересоздание готово, 100%. Идем на сайт. Внимательно смотрим, как у нас было. Нажимаем Ctrl плюс F5. Видим, миниатюры стали больше. Они стали квадратненькие, то есть ровненькие. Отступы 10 пикселей вот здесь между картинками виден. Ну и этот размер именно всплывающего окна, в принципе, меня устраивает. Размер первого изображения галереи, он, конечно, будет отличаться, если картинки у вас все равно разного размера. То есть вот здесь, видите, они разные. То есть, но мне так уже нравится. И, соответственно, здесь мы видим маленькие изображения. На этой странице тоже мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс F5. Вот такого размера, в принципе, меня устраивает. Учитывая, что я буду использовать на странице товаров по два товара в ряду, учитывая, что будет сайт бар, он у меня уже есть, да? То есть, модуль, логин, форм, авторизации входа, он у меня уже стоит. То есть, возможно, я его отсюда уберу, но пока так вот. Все, с самым главным мы разобрались. Я надеюсь, вам понятно. То есть, самое, по сути, сложное в настройке здесь, в данном компоненте, это понять, как создаются здесь миниатюры и где это вообще настраивается. Будем считать, что нас устраивает здесь все, размеры и так далее. Теперь вы должны знать по поводу каркаса нашего шаблона. Здесь есть такая настройка. Например, вам хочется использовать по две колонки, использовать сайт бар, но как-то выглядит все узко, да? Хотелось бы как-то расширить немножко каркас шаблона. Это тоже можно сделать. Давайте я покажу, где. Переходим на расширение шаблона. Переходим на шаблон. Переходим на третью вкладочку. И вот здесь ширина шаблона 1100. 1100. Например, сделаем 1300. Сохранимся, увеличим каркас. Пойдем на сайт. Ctrl плюс F5 обновимся. Видим, что каркас полностью сам стал шире. Но учтите, что миниатюры, то есть зазор появляется, видите? Потому что больше места. Вот, видите, вот здесь белый зазор. Вот здесь это видно хорошо слева и справа. То есть, соответственно, если этот размер вам нравится, вам придется пересоздать еще раз миниатюру и задать другой, возможно, размер картинкам. Но только смотрите, если у вас сами картинки продуктов будет меньшего размера, нежели вы зададите, они будут мутные. Учтите это. То есть, сами картинки, вы помните, у меня по ширине 900 пикселей каждая. Соответственно, внутри товара смотрится шире, да? Все смотрится шире. Если вам так нравится, оставляем. Я, мне без разницы, я оставлю 1100. Как было? Сохранить, закрыть. Ну, а теперь приступаем именно к настройке отображения страницы товаров, да? То есть, другие настройки. Посмотрим, что мы можем отключить, что включить. Возможно, нам тут что-то не нужно. Например, вот этот алфавит. Переходим с вами к компоненту. Диджей каталог. Переходим в настройки. Переходим с вами в список товаров. То есть, у нас есть настройки. Много настроек для списка товаров. Это как раз таки вот этот список, когда все товары на одной странице. Причем это касается всех и других страниц. Sony, Nikon, Remark и так далее. Также есть и настройки вкладка страница товара. Одного товара. То есть, это когда мы переходим внутрь какого-то товара. То есть, вот для этой страницы тоже есть свои настройки. Ей займемся позже. Здесь все просто. Список товаров. Товаров на странице. Сколько штук, прежде чем появится постраничная навигация. То есть, вот у меня всего 4 товара, да? Мы можем это посмотреть. Например, сделать 2 товара, сохраниться, пойти на сайт, обновиться. И видим, что на странице всего 2 товара и пошла внизу постраничная навигация. То есть, на второй странице идут дальше товары. То есть, вот так это работает. На ваше усмотрение я поставлю 8, как было. Еще один момент. Если вы, возможно, не знаете. Вот мне не нравится один из товаров. Здесь, видите, вот главным изображением товара я хочу, чтобы аппарат стоял с оптикой, да? В самом красивом ракурсе, как везде. Ну, вот в этом товаре у меня, видите, как он? Не та фотография. Хотя, в самом товаре здесь есть симпатичная фотография, да? То есть, поменять местами. Переходим в товары. Находим его здесь. По миниатюре мы это видим. Заходим в товар. Переходим в изображение. И нужное нам изображение перетаскиваем. Главным просто сохранить, закрыть и все. Идем на сайт. И, в принципе, он уже все. Вот он. Выглядит нормально. То есть, если вы не знаете, как это делается. Переходим. Возвращаемся к настройкам. Список товаров. Макет списка. Смотрите, у нас сейчас как блок выглядит. Можно выбрать таблица. Или потом включить переключатель, чтобы человек мог сам выбрать, как отображать. Сейчас я вам покажу. Если выбираем таблица. Обновляемся. То выглядят таблицы. Но здесь у нас в самой таблице надо будет какие-то параметры отключать, потому что у нас, видите, что происходит. У нас вылазит, даже появляется внизу ползунок. Это можно убрать, если мы отключим какую-то колонку, потому что здесь колонки можно отключать отображение. Соответственно, будет пускай блок, но переключатель макета мы оставим. Просто вам показать. Обновляюсь. Вот появились вот две иконочки. То есть, по умолчанию макет будет плиткой, да, но кликнув на иконочку человек сможет смотреть в таком виде. Но, как я уже сказал, здесь подключаем потом какие-то колоночки, наверное, которые здесь не особо нужны, да. Я не знаю, возможно, артикул здесь можно убрать, производителя можно убрать, может быть, плюс-минус убрать, оставить только купить, а плюс-минус оставить внутри в самом товаре. В общем, на ваш суд оставлять эти иконки или нет, я бы у себя оставил. Движемся дальше. Важный момент, порядок по умолчанию. То есть, сортировки товаров, порядок по умолчанию. И здесь нужно понимать, если вы хотите, чтобы новый добавленный товар в каталог был первым, то есть, в самом верху, чтобы сразу его в каталоге было видно, да, то здесь нужно посмотреть, что здесь имеется. То есть, можно отсортировать по названию, по цене, название категории, название производителя, ID товара, дата создания. Вот, возможно, это оно и есть. То есть, дата создания последнего товара. Дата изменения не подходит, случайно, случайно, в течение сессии. То есть, я бы выбрал порядок по умолчанию, дата создания. И вот ниже уже направление сортировки по умолчанию, по возрастанию, по убыванию. Надо уже смотреть, если сохранить и закрыть. Я просто не помню, какой последний товар я добавил, обновляюсь. Например, вот этот товар у нас новый. Мы его добавили в самом конце, да. Соответственно, если мы перейдем в список товаров и выберем по убыванию и обновимся, то все меняется и получается последний товар показывается первым. А первый, вот он, да, в самом конце. Я думаю, здесь все просто. Оставляем по возрастанию. Далее настройка информации при отсутствии результатов отображает уведомление, что когда нет товаров, соответствующие критериям, соответствующим критериям поиска пользователя. То есть показывать ли, но обычно показывается, да, когда нет какого-то товара, оставим показать. Следующий ряд настроек фильтр товара. Это как раз-таки вот этот самый фильтр, да, где выбор категорий, мы его тут можем что-то отключить, что-то настроить. Вот эти верхние мне неинтересно. Например, фильтр категории, если скрыть, вот смотрите, видите, исчез фильтр категории, остался только фильтр производителя. Соответственно, фильтр категории я оставляю показать. Фильтр по производителю, я думаю, наверное, это не надо фильтры показывать. Тут уже на ваше усмотрение, смотря какие у вас цели. Фильтр по цене, вот интересно, давайте посмотрим, сохранить. Вот смотрите, фильтр по производителю сейчас есть, обновляюсь. Сейчас фильтра нет. То есть фильтр по категориям оставляем, цена, это мин, макс, да, то есть что искал в диапазоне цены товара. То есть это прикольная тема, я бы это оставил. Фильтр поиска показывать или нет, то есть это вот это поле поиска, где произвольное ключевое слово, то есть по ключевому слову искать товар. То есть показать это поле или нет, я оставляю. Фильтр по изображениям, даже не знаю, что за фильтр, давайте посмотрим. Что-то раньше вроде такого не было раньше в этом каталоге. А, но это прикольно, тема вроде не было раньше такой опции, то есть только с изображениями то есть если вдруг я так понял есть товар без изображений то есть я только ставлю галочку и он уже обновил страницу и показывает в принципе все товары с изображениями они у меня все с изображениями в общем кому-то это может быть будет интересно у меня не в любом случае будет с изображениями поэтому мне эта галочка не нужна я скрываю дальше назойливые вот эти вот алфавитные буквы да чуть ниже прокручиваем вот здесь вот во первых выводить поле можете заменить каждую букву на русскую если вам нужен этот фильтр а я фильтр я его конечно же скрываю назойливый мне он не нравится и никто его себе не оставляет вот мы его отключили уже выглядит чистенько дальше вот это вот сортировка строка видите я вам показывал ранее что здесь можно отсортировать по цене по дате так далее возможно какие-то пункты вам тут не нужны например отсортировать по категории или по производителю я бы отключил это ниже сортировка по категориям скрою сортировку по производителю скрою остальное оставлю наверное обновимся посмотрим вот вы видите это сократилось теперь это название цена дата то есть уже смотрится аккуратненько следующая линейка опций под заголовком макет товаров первое название товара изначально виде ссылки чтобы вы понимали где это находится виде текста и временно сохраняю обновляюсь вот вы видите теперь не кликабельны вот эти вот заголовки товаров видите не кликабельны то есть мы уже движемся дальше именно к настройке самих товаров соответственно конечно кликабельным оставляем виде ссылки есть еще ссылка на просмотр товара я оставляю виде ссылки название категории виде ссылки оставляем название производителя я думаю что производителя лучше оставить когда мы заходим внутрь самого товара то есть здесь нас списке товаров производитель наверное тут на ваше усмотрение я производителя наверно отключу я скрою цена можно скрыть вот автор да если вы один автор здесь вот он показывается но никак он тут не в тему вот создал супер юзер да если вам не надо конечно же можно отключить то есть автор скрыть хиты давайте показать посмотрим дата создания пускай скрыто дата публикации тоже не надо показывать этикетки этикетки товаров мы еще не смотрели но давайте пока включим и можно включить и только табличный вид только вид сетки блога но здесь надо смотреть давайте обновимся хиты это по сути просмотре товара да то есть вот они здесь есть посмотрим здесь так здесь я хитов не вижу на ваше усмотрение в принципе хиты это лучше намного чем показывать автора да не в тему вообще теперь давайте разберемся у нас описание разного размера абсолютно да мы с вами уже подобно делать для категории здесь тоже такое есть я некоторые опции пропускаю вы тут уже без меня я думаю сориентируетесь ниже я двигаюсь обрезать описание конечно да и со классическое вид отображения обновимся то есть по 100 небольшое описание до чтобы они были чуть покороче то эти блоки уже смотрятся аккуратнее далее настройки местоположения пока мы не будем рассматривать вот а самые последние настройки rs я вообще раз отключаю полностью это лента новостей до нашего сайта я обычно не использую да еще настройки местоположения информация местоположения я выбрал скрыть это у нас скрывается вот в таком списке отображения товаров у здесь было местоположение тем самым я сократил вот эту длину да еще здесь не мешает убрать плюс минус оставить только купить чтобы убрать внизу ползунок и список смотрелся нормально на сайте еще бы хотелось в настройках макета товара все-таки а кнопка корзины посмотреть здесь у нас для каждого товара одна общая кнопка давайте посмотрим я хотел брать эти плюс минусы но в этих настройках я не нашел возможно это где-то в другом месте зарыто то есть плюс минус остается в таком расположении да смотрится уже в принципе нормально немножко вылезает да вот плюс минус я бы убрал отсюда в дальнейших настройках да может быть найдем где именно отключается плюс минус и он здесь принципе не нужен общая кнопка купить вот здесь внизу появляется ну или этот плюс минус он отключается я просто думал можно где-то отключить только его а кнопку корзина оставить поэтому фильтр товара макет товара возвращаемся кнопка корзина если только совсем скрыть обновимся тогда отображение списка товаров смотрится нормально то есть никуда не выскакивает самое важное отображается до заголовок описание категории цена соответственно в таком списке тоже корзина нет то есть мне бы хотелось здесь конечно не оставить но если мы перейдем в подробнее в товар то здесь конечно же есть плюс и минус то есть этот плюс минус я бы оставил бы только здесь там бы не выводил ну и купить здесь кнопка конечно же остается мы будем оставлять но пока я по настройкам списка товаров вот именно страницы товаров да вот как сейчас я оставлю вот именно в таком расположении то есть показывать картинку показывать заголовок категорию цену хиты просмотры да и краткое описание кнопка подробно и соответственно если мы смотрим в расположении списка у нас здесь тоже картинка название описание категория цена давайте пока на этапе настройки страницы товаров пока остановимся перейдем внутрь и посмотрим здесь на строчки то есть это у нас вкладка получается страница товара то есть одного товара посмотрим на страницу товар что здесь надо брать задать вопрос это классная вещь до администратору оставляем заголовок картинки я здесь все оставляю кроме создатель но не нужно здесь вот создатель то есть это тот кто товар разместил до ищем автор значит и отключаем тоже вот она автор на настройках настройки макета страниц товара автор скрыть сохраняемся проверяем работает ли все автором и скрыли также хиты просмотры тоже я включаю в положение показать показать этикетки мы включим мы пока еще с вами не разбирали что такое этикетки но а пока пускай будет показать мы позже посмотрим что за этикетки такие а дальше навигация сверху снизу показать сверху посмотрим что за навигация скорее всего к хлебные крошки а навигация то следующий да это полезная вещь следующий предыдущий вот эта кнопочка переключаем на следующий товар и предыдущий кнопка появляется это классная тема я оставлю там наверху на этом уроке давайте поставим паузу и продолжим с вами разбираться следующем видео а